При посадке самолета возникли проблемы с шасси, воздушное судно выкатилось за пределы полосы, топливные баки получили повреждения, самолет загорелся. Через три минуты службы экстренного реагирования аэропорта уже на месте. Аэродромные пожарные машины заливают пламя пеной. Только так можно справиться с горящим топливом. По такому сценарию в сочинском аэропорту прошли учения. На борту 148 пассажиров и 6 членов экипажа. Есть пострадавшие. Главная задача, говорят в аэропорту, не потушить и спасти самолет, а обеспечить безопасность людей при эвакуации. Чуть позже к месту условного ЧП подтягивается спецтехника пожарных сочинского гарнизона и спасателей. На месте разворачивают штаб, откуда координируют все действия – тушение и эвакуацию. Это такой объект, когда не так часто мы выезжаем, как на обычные жилые дома, где мы уже все профессионалами чувствуем. Мы приехали помочь пожарной команде аэропорта. Здесь своя пожарная команда, которая успешно справляется со всей своей работой. Наша задача была приехать двумя пожарными расчетами и помочь им дотушить этот самолет, помочь в эвакуации людей. Цель учения – закрепление теоретических знаний на практике. Впрочем, свои навыки пожарные аэропорты и МЧС смогли проверить в реальных условиях в прошлом году. 1 сентября Боинг, прибывший в Сочи из Москвы, выкатился за пределы полосы после посадки, пробил ограждение и загорелся. На борту находилось больше 170 человек. Спасти удалось всех. Наши расчеты оказались в довольно сложной ситуации в ночное время, в сложных погодных условиях. Расчеты справились на отлично. Пожар на воздушном судне также был потушен в время. Все пассажиры были эвакуированы, члены экипажа. Хотя эвакуировать их пришлось из русла реки Мзымта. Это очень сложно, где перепад высоты составляет 4 метра в условиях дождя. Сегодня на учениях, как и тогда в реальных условиях, все службы уложились в нормативы, справились с поставленными задачами. Люди эвакуированы, самолет потушен, пострадавшие отправлены в больницы. Подобные совместные учения в аэропорту проводят дважды в год, а пожарные и спасатели аэродрома тренируются каждую неделю. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.